Тот вектор, который взяла партия «Единая Россия», создание комфортной, благоприятной и безопасной среды проживания является правильным. Отклики, которые идут со всех субъектов, в том числе Курганской области, показывают, что жители очень позитивно оценивают реализацию этого проекта. Отметим, что партия «Единая Россия» реализует несколько проектов, направленных на благоустройство городской среды. Это и наш двор, и парки малых городов, и другие. Проекты реализуются первый год, но уже к осени зауральцы увидят первые результаты. Курганская область на реализацию проектов получила порядка 170 миллионов рублей. Две трети бюджета будет направлено именно на благоустройство дворовых территорий. Курган на реализацию проектов получит 90 миллионов рублей. В столице Зауралия определено семь общественных объектов, которые преобразятся в ближайшие годы, в том числе и сквер имени Мальцева. С благоустройством дворовых территорий ситуация обстоит сложнее. В настоящий момент ведется их так называемая инвентаризация. Сегодня стоит задача, на следующий год она уже закреплена нормативными документами, мы к этому уже готовимся, что нам необходимо провести инвентаризацию всех дворовых территорий в Курганской области. Вся эта информация будет стекаться в электронном виде, она будет заливаться в систему ГИС ЖКХ, это государственная информационная система, когда все будет в налаженных учетах. Мы будем четко понимать, сколько у нас дворовых территорий, в каком они состоянии, что там необходимо делать. И, наверное, самое главное, мы будем уже, наверное, подходить комплексно. На сегодняшний день партия по итогам форума готовит рекомендации для глав муниципальных образований по наиболее эффективной реализации партийных проектов. Эти рекомендации разошлю, потому что будет очень большая работа на пятилетний срок. Я просто повторюсь, что мы сейчас должны сделать инвентаризацию всех дворовых территорий в Курганской области. Это очень большая работа, но она с помощью современных технологий, я считаю, вполне успешно будет у нас реализована. Это составит определенный комплексный план развития территории городской среды. Я говорю, подключив туда, у нас есть разные программы, которые надо использовать и максимально учитывать преимущества каждой программы. Комплексный подход, по мнению руководителя Курганского отделения партии, позволит наиболее эффективно реализовать не только эту программу, но и другие, направленные также на благоустройство дворов. К примеру, нет смысла в текущем году благоустраивать двор, в котором в следующем году планируются ремонтные работы. Гораздо полезнее будет подождать с благоустройством, но результат прослужит намного дольше. В реализации проекта «Парки малых городов» участвуют два населенных пункта – это Куртомыш и Щуччи. В последнем идет реконструкция парка, расположенного в самом центре города. Его характеризует патриотическая направленность, так как именно там находится уникальный музей военной техники под открытым небом. Благодаря партийному проекту парк получит новый дополнительный вектор развития. В нем появятся спортивные и развлекательные сооружения. Он станет более удобным для отдыха горожан и достопримечательностью для туристов. Алексей Старцев, Ульяна Чапала, Александр Гиселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.